В отличие от растворов, в расплавах электролитов невозможно возникновение градиента концентрации, а потому в таких расплавах можно изучать лишь самодиффузию, вводя радиоактивные ионы и наблюдая за скоростью их распространения. Коэффициент самодиффузии в расплавах имеет тот же порядок, что и в водных растворах при обычной температуре. Коэффициенты самодиффузии приближенно подчиняются уравнению Стокса Эйнштейна. В то же время уравнение Нернста Эйнштейна в расплавах соблюдается не всегда. Это указывает на сложный характер самодиффузии. Например, в расплаве хлорида натрия, вероятно, присутствуют как ионы, так и ионные пары. Поэтому возможно перемещение не только ионов, но и соединенных пар в соответствующие вакансии. Этот добавочный механизм переноса вносит вклад лишь в процесс самодиффузии и уменьшает электропроводность, поскольку ионная пара не несет заряда.